И всем привет, уважаемые зрители, с вами InGuar, и добро пожаловать на очередное видео. А также добро пожаловать в ролику InGuar News, где мы рассматриваем различные новинки, или иногда старинки. Но сегодня мы будем рассматривать совершенно новые вещи. А именно, мы рассмотрим очередной LEGO-наборчик, почему сказал в единственном числе, потому что пока что я знаю всего лишь новый один LEGO-наборчик, мы его рассмотрим. Сегодня, правда, очень приятно, красивый, и рассмотрим несколько новых трансформеров по очень даже необычной серии, а именно серия называется Shattered Glass. То есть, иначе на русском, как бы, зеркальная вселенная, то есть, автоботы стали десептиконами, а десептиконы стали автоботами. То есть, как бы, всё поменялось, злодеи стали хорошими, а хорошие стали плохими. То есть, вот такая вещь, вроде бы, вот так вот всё правильно, я вроде бы объяснил, рассказал, вроде бы так оно и есть, и тем более вы мне об этом тоже говорили. Давайте мы сегодня всё это рассмотрим. Видео будет не очень длинное, потому что имеется мало новостей, а я думаю, не стоит тянуть, и просто стоит вот снять вот такое коротенькое видео, и всё. Потому что потом может появиться ещё больше новинок, и опять будет видео на полчаса, что будет, я думаю, не очень хорошо. Что ж, давайте перейдём к рабочему столу и начнём всё это рассматривать. Давайте, наверное, начнём мы с лего. Имеется вот такой единственный новый один лего-наборчик. Это у нас вот такой кемпер, машинка, да, для кемпинга, конечно же, для отдыха, и что можно сказать. Подобная такая машина, конечно, выходила в красном цвете, и она великолепна. Но это тоже вышло очень даже интересно, красиво, и можно, даже не знаю, как тут сказать, лучше ли предыдущей, или нет. Но, опять же, лично я могу сказать, на этом же уровне, то есть достойно всё вылет получилось, как будто настоящая моделька, не из пластмассы какой-то, не из конструктора, не из лего, а как будто металлическая, скажем так, реальная машинка, только в уменьшенном масштабе, и всё. Потому что, правда, всё получилось очень красиво, хорошо. Даже доска у нас по масштабу сделана, потому что примерно она вот такая, может быть, и в реальности. Всё пропорционально, значитель гольф имеется, поэтому, естественно, будет наценочка. Да, детали у нас имеются в 2207, 18 плюс наборчик, ещё одна наценочка, то есть вдвойне здесь наценка будет. Набор, я даже не помню, сколько будет стоить, 200-300 евро, я уж не помню, но где-то в этом районе даже будет вверх открываться, как бы, крыша. Да, здесь, получается, сделать ещё такую защитную тему от, значит, насекомых, каких-то комаров, допустим, птиц, да, чтобы проветриваться у нас, как бы, крыша внутри. Но, если просто смотреть на эту коробочку, на эту картинку, машинка, правда, выглядит очень даже интересно, красиво. Да, хоть и белый цвет у нас имеется здесь, но всё это сочетается с голубым, как будто машинка из тех годов, 80-е, возможно, ещё раньше, да. И, блин, очень приятная, красивая атмосферная машинка, то есть внутри вот так вот открываться всё будет, у нас ещё будут иметься здесь такие, как бы, скамеечки, скажем так, посидеть. Здесь, ну, если вот так вот посмотреть на открытую машинку, вот как вот здесь на картинке, всё, что нужно, где посидеть, столик, раковина, всякие различные мелочи, то есть, блин, круто. У нас даже багажничек будет открываться, крыша будет отсоединяться. Сверху можно будет посадить всё, что у нас имеется внутри, будут открываться ящички, то есть всё, как и положено, как и в реальности. Машинка, правда, она получилась здесь очень даже красивой, у нас размер 35 сантиметров в длину, очень даже неплохо, не маленькая машинка. И, да, у нас будет различные здесь детали, как мелкие, так и крупные. И если ещё рассмотреть вот такую картинку поближе, то есть мы видим, да, вот здесь дверь приоткрыта, получается она будет примерно открываться, как и в реальности, потому что примерно такие машинки есть, где открываются, например, не так, как обычно, мы открываем дверь на себя, а в сторону. Здесь у нас, получается, так и будет вообще замечательно. Вот когда вот здесь смотришь в эту дверьку, да, приоткрытую, и там ощущаешь, что, да, машинка как будто не из лего, а как будто настоящая. У нас будут также наклейки, получается, либо ты эти наклейки можешь клеить как угодно, либо поклеить, например, как они предложат и всё, либо можешь как угодно. Здесь имеются различные наклейки и буковки, и цветочки, и не только, можно вот так вот обклеить, получается, можно эту сторону так обклеить, другую по-другому. С другой стороны ты можешь обклеивать машинку, с другой стороны можешь не обклеивать, твое решение, твое право, но с другой стороны, вот как они здесь обклеили, показывают, представляют, предлагают, очень даже неплохо. И действительно, такие машинки с такими наклейками, принтами в реальности тоже ездят, конечно же. Где колеса тоже очень здесь всё хорошо сделано, никаких грубых моментов щелей не имеется. Конечно же, здесь тоже всё очень грамотно сделано, то есть моделька, правда, проработана. Видно, что опять же вложили время, труда, силы, это, естественно, замечательно. Всё пропорционально, ничего нету уже как бы такого, что это за маленькое, это за большое, то есть всё очень даже хорошо, грамотно. Внутри у нас вот так вот, то есть имеется у нас, естественно, здесь различные баночки, скляночки, здесь плита, здесь как бы чайничек, раковина. Столик будет, видимо, убираться, отодвигаться, ещё как-то здесь будет открываться, наверное, ещё где-то что-то. И можно фигурку, наверное, какую-то огромную посадить, допустим, потому что мини-фигурка здесь будет не очень пропорционально смотреться, не по масштабу, а, например, фигуркой серии техник 2000-х годов. И не только, можно сюда, например, поместить, и действительно всё будет смотреться очень даже реалистично, конечно же. И в итоге у нас вот такая машинка, она, честно, великолепная, рекомендую её приобрести, потому что вышла она на уровень. То есть если она уже продаётся, так можно сейчас как раз приобрести, какую-то полочку подставить, и как бы сейчас лето, и прям вообще всё очень даже в тему, то есть, блин, наборчик очень даже шикарный. Лего мы рассмотрели один наборчик, мы его долго проанализировали, думаю, ничего страшного, теперь мы должны перейти к трансформерам, и у нас серия Chatterglass на рабочем столе уже. То есть вот, у нас первый трансформер, имеется несколько трансформеров, 4 или 5, я уж точно не помню, но у нас, возможно, какие-то эти трансформеры по этой серии уже продаются, какие-то новые. Но я решил, подумал, что, может быть, всех стоит рассмотреть, не знаю, может, возможно, я кого-то пропустил, но думаю, стоит их рассмотреть, потому что я их не показывал вам, не рассматривал, и можно как раз сейчас-то сделать, исправить эту ошибку. У нас в этой серии имеется Blur, получается, он у нас автобот, но в этой, как бы, серии, в этой вселенной он, как бы, десептикон плохой. Он выглядит здесь уже грозно, по-другому, цвет, конечно, остался синий-голубой, но добавился еще темный цвет, темно-синий такой, черный цвет им у нас имеется, серый, да. И у нас, как бы, как робот, изменился, конечно же, может быть, не на 100%, но некоторые, конечно же, моменты изменились, особенно голова. То есть, у нас имеется, как бы, один глаз обычный, другого глаза у него не имеется, то есть, заплатка у нас имеется, видимо, где-то в бою потерял. То есть, вот такой у нас Blur, но такого, я думаю, стоит, наверное, иметь, тем более, оформление коробки прям вообще интересное, красивое, и цвета приятные, такой розовый, фиолетовый, пурпурный, то есть, те цвета, которые мне нравятся. Обратная сторона коробки, конечно же, 18 этапов, чтобы странсформировать, альтернативный режим получается тот же самый, просто отличаются цвета, и голова немножечко. И все. Но такой Blur, конечно же, очень даже прикольный, крутой, и в коллекции, думаю, прям будет в самый раз. Затем у нас имеется, получается, автобот Goldback, видимо, это у нас Bumblebee, если я ничего не путаю, просто с другим именем, либо это действительно не Bumblebee, а вот такой у нас, как бы, автобот, но, с другой стороны, это Decepticon. Видимо, это, наверное, даже не Bumblebee, а просто похож у нас трансформер на Bumblebee, только, как бы, это Decepticon. Хотя, может быть, опять же, ошибаюсь, все у нас по-другому вообще выглядит, то есть, даже не скажу, что это Bumblebee, то есть, в виде робота, да, он напоминает на него, на самом деле, это не он. У нас имеется вот такие интересные пушки, могу сказать, правда, интересно, пушка мне нравится. Видимо, шинги, опять же, на Bumblebee похожи, но это у нас, получается, не Bumblebee. Цвета такие, правда, темные, и как-то, наверное, не особо хочется брать, но, как бы, к Decepticon это, естественно, относится. Ну, раз это у нас, как бы, автобот, то, как бы, ладно, вот так у нас все получилось, но выглядит, может быть, слегка, чуть-чуть, как для меня, немножечко не так, вот, потому что, как-то, ну, действительно, за темные цвета, но, раз тут у нас все, вообще, все поменялось, скверх ногами, думаю, так оно, как бы, должно быть, так оно пусть и будет. 22 этапа трансформации, то есть, вот такой у нас герой есть, имеется. Затем, у нас, вот, что из новинок, так это точно Jetfire. Как мы знаем, он был раньше Decepticon, а потом перешел на сторону автоботов, и все, и он у нас чисился автоботом. Ну, здесь, получается, он у нас, как бы, автобот, но, с другой стороны, он, как бы, и Decepticon. Полностью черные цвета, сам он весь полностью, да, черный, имеются серые цвета, фиолетовые такие глаза, автобот, знак фиолетового цвета, как бы, автобот, но, на самом деле, Decepticon. Коробка у нас будет, конечно же, еще больше, потому что, получается, лидер класс, а может, даже это командер класс, скорее всего, командер. В армении коробки, правда, интересная, красивая, мне нравится. Видеоробот он у нас вот такой, ну, блин, восхитительно, конечно же. Может быть, непривычно, но раз у нас такая, как бы, вселенная там имеется, да, зеркальная, то вот такой у нас трансформер. Все вот так вот получается, то есть, как бы, уже ничего не поделаешь, что, правда, выглядит очень даже интересно. Имеется, получается, вторая голова, либо не то, что вторая голова, а меняются некоторые детали, что-то открывается, дополняется. У нас имеются стволы, у нас имеются эффекты к стволам, конечно же, и еще вот в таком режиме он у нас представлен. То есть, вообще, выглядит, правда, интересно, круто. Маленькая картинка, к сожалению, имеется, ничего страшного. Можно приблизить. Вид дистрибителя, как бы, не отличается и от того, просто отличается правильно цветом. И, да, может быть, здесь немножечко как-то не так все воспринимается. Но альтернативный режим, правда, неплохой. Видеоробот он, правда, очень даже шикарно вылетит. И коллекцию, конечно же, вашу дополнить. И 36 этапов. Трансформации, получается, нет. У него все-таки имеется две головы, имеются, да, вот эти эффекты, различные дополнительные детали. Здесь все это представлено. Можно сделать так или так, или вот так вот. И в итоге у нас итоговый результат вот такой. То есть, вот такой у нас по итогу получается Jetfire. И, я думаю, это очень даже хорошее приобретение на какое-то мероприятие, там, Новый год, День рождения. Либо просто купить, побаловать себя в какой-то день. И, естественно, такой герой, думаю, очень даже будет, кстати, коллекцией. Ну и, наверное, эти все трансформеры, ShatterJetGlass, наверное, очень даже эксклюзивные, редкие. И, наверное, продаются только в какой-нибудь Европе в какой-то части и в Америке. Наверное, как-то так, хотя я могу и ошибаться. Дальше у нас продается Starscream. Оказывается, еще и Starscream у нас в этой серии имеется. Как бы он у нас автобот, но на самом деле он десептикон. По цвету я даже и не догадался бы, что это Starscream. Подумал бы, что это какой-то сикер, потому что, правда, он у нас выглядит вот так вот. Хотя, да, тут можно подумать, что это какой-то, не знаю, Skywarp или еще какой-нибудь сикер, да. У нас еще имеется ядовитый, скажем так, сикер. Это желтый, синий вроде бы и зеленый. Вроде бы такие сикеры, имена уже я не вспомню. Но, как бы, можно было любого назвать, но не Starscream. Весь в белом цвезе, конечно, непривычно, цвета такие больше подходят Рэчету. Но, как бы, такой Starscream для коллекции, думаю, очень даже сойдет. Тем более, если у вас имеется армия сикеров, то почему бы такого Starscream и не взять и дополнить еще больше свою, как бы, армию, увеличить в размере. Думаю, это очень даже неплохой ход. Вот, непривычно его видеть в таком виде, но почему бы и нет. Раз у нас такая вселенная, все поменялось, почему бы и нет. То есть, в виде дистрибителя он таким же и остался, как и в серии Сич, да, Starscream. Но он дополнит вашу коллекцию и очень даже неплохо. Да, конечно, может быть, с такими цветами очень простенько выглядит. Но, раз так сделали, пусть будет. Но такой Starscream у нас продается в серии Chatterglass. Дальше у нас еще из новинок. Я о таком герое вообще ничего не знал. Это, получается, у нас как бы как агент по серии, получается, War for Cybert, что он уже Trilogy. Это уже относится не к Chatterglass вселенной. Получается, у нас еще Ravage, а это он с какой-то другой герой интересный, необычный. Получается, как я понимаю, Ravage, мы знаем, трансформируется в животного, конечно же, да. То есть, либо в кассету, а тут, получается, еще представили его нам, как бы, в виде животного и робота. То есть, как бы, вместе робота и животного получается так, что ли, как понимаешь, еще имеется различные пушки. То есть, да, он у нас получается либо, может быть, животным, либо, может быть, животным-роботом, либо в кассете и получается это еще, я как вижу, плавно переходит к серии Beast Wars. То есть, вот она какая тема. Я думаю, очень даже необычный пак подойдет, как раз, опять же, для коллекции. Можно даже и вообще эту коробку не распаковывать, потому что, ну и так, очень даже хорошо смотрится. Да, хочется потрогать, но просто здесь так все интересно, презентабельно выглядит, что как-то и жалко раскрывать данный набор. Но, думаю, эта вещь будет стоить не так мало и, наверное, будет очень редко, потому что, ну, такого я еще не видел. То есть, я сначала не понимал, что это, но это, я как понимаю, как агент. То есть, да, у нас получается, у нас как бы реветч может быть либо просто в виде животного, либо в виде кассеты, либо получается это как бы как второй реветч или что-то наподобие этого, быть в виде животного, да, либо в виде робота и наполовину смахивать будет, естественно, на животного. Вот такая смесь, если что, меня подправьте, потому что здесь я, правда, немножечко не очень в курсе, кажется, чего он, но могу сказать, что альтернативный режим, вот этот, очень напоминает на Читора. Вот такая у нас имеется здесь вещичка, то есть, да, напоминает, но все равно пак очень даже необычный и вижу здесь у нас детали серебряные, что, во-первых, я и говорил под рубрике InGuar News, когда мы рассматривали старых трансформеров, я говорил, было бы неплохо, если бы сделали, скажем так, металлических трансформеров, либо детали какие-то металлические, и как раз мы это получаем в этом наборе. Это вообще замечательно, как-то, скажем так, меня услышали, либо просто такое совпадение, но это вообще, если честно, замечательно. В виде робота он выглядит вот так вот, то есть, да, такие как бы как металлические детали, это вообще шикарно, очень даже необычно, но к серии Beast Wars прям очень даже подходит, и кассета тоже такая необычная, Japan, написано Япония, то есть, вообще, что-то с чем-то, что-то необычное, что-то крутое, и такой пак, я думаю, стоит приобретать. Ну и что, столичка у нас новинок, мы немножечко рассмотрели. Лего совершенно один набор и парочку трансформеров, и если все обобщить, в одно целое, скажем так, объединить, и можно сказать, что неплохие новинки, очень даже крутые, классные, красивые, действительно постарались, если говорить про лего, то да, там постарались, если говорить про трансформеров, неплохие трансформеры у нас вышли, то есть, да, один тот же герой, но просто здесь он у нас по-другому сделан, уже имеется другая атмосфера, другой немножечко дизайн, и можно такую, скажем так, другую коллекцию сделать, скажем так, зеркальную, как-то, не знаю, может, поставить. Блор, например, Автобота, Десиптикона, Джитфайра также и других, и будет интересно, как композиция на полочке ставит. То есть, правда, такая серия очень даже необычная, и с ней, конечно же, я познакомился, и вы, естественно, с ней познакомились, и, конечно, самый интересный вопрос, пропустил ли я каких-то еще трансформеров какой-то серии или нет, я не знаю, но если пропустил, напишите обязательно, и в следующих видео мы, естественно, рассмотрим. А пока что столичка, можно, наверное, постепенно заканчивать видео и дожидаться новых новинок. Не забудьте подписаться на канал, нажмите обязательно на лайк, чтобы поддерживать меня, а также нажмите на колокольчик, чтобы мне пропустить самые свежие видео, и, конечно же, вынесем в новых свежих видео, и в рубрике InGuar News, где мы рассматриваем не только новинки, но и старинки. Все, всем спасибо, всем удачи, и всем, конечно же, пока.